Она вся в меня, очень темпераментная подружка у меня Ты знаешь, это должен был быть ее муж Я все сказала My English very bad, I'm Masha from Russia Я считаю, что миром правит четкий пресс и улыбка до небес Всем привет! Рады приветствовать вас на кухне Ромит, компанией техники для здорового питания И сегодня у нас в гостях абсолютно двукратная чемпионка России и Европы по фитнес-бикини Мария Мацкан Когда меня представляют, мне все время хочется говорить, говорите, не молчите Это очень приятно Спасибо большое Я здесь уже второй раз Вот, это говорит о том, что, ну, тандемчик-то получился, да? Мне кажется, что выпуском быть еще, мне кажется, не одному Потому что рецептов-то у нас, ого-го, сколько, да? Да, а мы и рады А мы и рады, и еще и техники у нас куча И мы хотим вам все показать и рассказать Готовим мы сегодня три блюда, но выпусков у нас будет два Вы сможете принять участие в наших розыгрышах Получить промокоды, подарки наших продукций Компании Промкрафт и компании Ромит Да, а сейчас мы что с тобой будем готовить? Мы сейчас будем готовить чизкейк Чизкейк у нас будет ппшный Вот согласись, куда бы ты ни пришла, ты открываешь меню и всегда в списке десертов есть чизкейк Классический, шоколадный, Нью-Йорк, как минимум, вот эти три вида Да-да-да, поэтому я считаю, что в нашей кулинарной книге тоже должен быть чизкейк И мы готовим его только в пп формате Мы будем использовать обезжиренный творог, йогурт, сметанки Ну прям чуть-чуть, у нас 40 грамм сметанки всего лишь Это, как я говорю, чуть-чуть не считается, да Вместо печенья, которое классически используется, мы будем использовать альтернативу мою любимую Банан с карамелью Это безумно вкусное печенье Ну, естественно, без добавления сливочного масла Утрамбуем, добавим начинку в чудо-печь Аэрофритюрница Ой, это вообще мечта моей бабусеньки Мне что нравится, то, что она двухуровневая И там можно делать аж несколько блюд Это мы сегодня тоже покажем Ты займешься тем, что ты будешь делать бисквит Я займусь тем, что я буду открывать печенюшки и передавать Потому что, потому что Крутая схема Потому что, когда мы перемолим наши печеньки Мы займемся тем, что ты отдашь мне эти печеньки Я буду утрамбовывать их в формочку А ты займешься начинкой Кстати, Маша, ты узнала мини-блендер? Да Который в прошлый раз мы с тобой тоже использовали А потом вручили тебе в виде подарка Да Ты пользуешься им, кстати? Я сделала дома мороженое И у меня все получилось Я, между прочим, сделала его вот в таком стакане И мы тоже вам обязательно покажем Это... Знаете мне что? Я с собой в поездки беру все это с собой Потому что это максимально компактное Это очень маленькое Вот у меня обычное дома Стационарное Он огромный и очень тяжелый Его вот так вот с собой никуда не возьмешь А здесь чаши Все настолько легкое Что, в принципе, я в свой чемодан 40 килограмм плюс Если не больше Умещаю абсолютно пол дома своего Я даже, когда на съемки приезжаю Мне операторы такие смотрят и говорят Мари, я опять со своим приехала? У вас очень классная альтернатива Потому что маленький Вот так вот просто в сумочку вот так положила И поехала Очень удобно Перемалывает даже лед Мари, какая красивая Мне нравится стиль, дизайн Вот этот спортзал с собой берешь Такую Да У меня муж такой говорит Можно я с собой возьму? Говорю, нет Это моя бутылочка Вроде бы пластик, но он не царапается То есть вот даже несмотря на то, что После того, как я приготовила еду Губочкой ты это все дело помыла То есть он не превратился, знаешь, в такую зацарапанную Пластиковую емкость Контейнера, например, обычный, который ты там покупаешь Ну, там, в гипермаркетах, предположим Они после первой помывки уже, знаешь, теряют свой какой-то товарный вид Пластик очень хороший Я, получается, измельчаю печенье до какого состояния? Мелкая крошка? Мелкая крошка, да То есть наша задача просто сделать Ну, максимально маленькие печеньки такие Ну, как сказать, чтобы, ну, не мука, а просто мелко перемолотая печенюшка Ай, вкусный захват Бананчик Помнишь, такая была реклама? Ох, ух, ух, ух Наши печенья, они пахнут очень круто А у нас еще вышла новинка с начинкой жидкой Печенье с начинкой А какой вкус? Разный, где-то Самая вкусная клубничная и яблочная О, я хочу такой И она еще в шоколадной глазури И это просто очумель Какой может быть нюанс? Когда печенька свежая, когда печенька мягкая, не каждый блендер может, например, прокрутить. То есть, если, например, мы будем видеть, что у нас печенька стала склеиваться, то можно просто руками помочь и доделать, например, крошку. Я, в принципе, перемалывала, у меня все получалось. Вообще, я очень люблю смотреть, когда кто-то работает, а ты отдыхаешь. Все, вполне достаточно. Ну что, высыпаем, отдаем мне вот это. Я прям не хочу тебя, давайте, хочу попробовать. А вот, и потом попробуем, давай, я жду, давай, давай. Ладно. Ой, не вспомнил. И все, класс. Ой, да, аромат. Самой захотелось, да? У меня даже, у меня уже весь рот с длиной забился. Я догадываюсь. Поставьте, пожалуйста, инфир на сток, но мы уходим. Мокрые, скажем так, ингредиенты мы отправляем в емкость. Предлагаю взять нам форму съемную. Пока у нас ищется форма, я вам покажу перчатки black. У нас black star prime crafter. Ну, да. Берем, значит, формочку. Не нужно нам масло, потому что у нас все же такой более АПП-вариант, мы наш бисквит, он у нас и так уже в принципе получился, видите, он хорошо очень лепится, но я бы вот буквально чуть-чуть капитулечку, девочки, не переборщите, добавила бы молочка. Я вот сейчас прям ложечкой. Жик. На одну печеньку приходится 7 грамм углеводов. Вы представляете? А в одной печеньке у нас 35 грамм веса. А еще я подглядела, что там 41% протеина. Это на 100 грамм. Получается на одну печеньку 14 грамм протеина. Получается, что у нас тортик будет в основном белково. Это вообще супер. Да. И когда такой тортик можно будет кушать? Вот если я... Это твой любимый вопрос. Да, это мой любимый. Обратили внимание, что она все время спрашивает про время. В какое время можно есть? Вообще, мне очень нравятся такие вопросы, потому что у нас есть такие установки, там, после 6 я не ем, предположим, или еще что-то. Я ем после 2, да? Очень хороший вопрос. Такой тортик, вообще, как и в прошлый раз я говорила, я все вкусняшки люблю переносить на первый период дня. А я все надеюсь, Маша скажет. Можно ночью, ночью, праздник. Когда зов, зов, ночью зовет в холодильник, когда начинает жириться, просыпается. Даже если это ПП-формат, ночью мы не едим, потому что ночью дайте организму переварить ту пищу, которую вы съели в течение дня. Ты утром должна просыпаться голодной, просто ты утром должна встать и есть, еда. Вот тогда ты вскоришь свой процесс обмена веществ, добавляешь. Все добавляем, все мягкое, да? Все смело, прям туда булькаем. А яйца? И яйца тоже, да. А я ставлю жду. Это сметана. А это сметанка. Да. А потом мы туда добавим немножко эликсира волшебного. Молодости, красоты и вечной жизни. Да, да. Можно весь сразу, просто без творога. Просто потом на себя, с тех сторон себя облить. Ну, вы знаете, он так вкусно пахнет, что, в принципе, его можно в качестве парфюма использовать. Ты, значит, на себя капнула. Представляешь? У меня как фантазия сейчас забурлила. Значит, ты капнула себе капельку на шею. А муж тебя, там, или любимый, пригласил на свидание. Вот он подходит, значит, целует тебя в шею. А она, например, колубничного вкуса. Ты представляешь? И он такой, что это такое? Так это секрет. Брайм Клафт. И все, и на этом рекламная пауза. Это реально реклама парфюма. Да, добавляем два. При выпечке это все дело схватывается. И когда мы отправляем в холодильник для того, чтобы это все остыло, в дальнейшем у вас получится, знаете, такая нежная-нежная, прям вот без зернинки. Я люблю, когда вот текстура прям вот легкая, пористая. Ставим в духовку на 120 градусов. Пока мы все перемалываем, она у нас должна нагреться. Я бы час бы точно поставила бы чизкейк в духовку. То есть мы смотрим, если вы передержите свой чизкейк, он у вас может только снизу подгореть. В принципе, вот самому творогу ему ничего не будет. То есть он не пересохнет. Еще все зависит, конечно, от мощности. Я вот не знаю, какая у нас будет по мощности духовка, но мне что-то подсказывает, что она будет греть достаточно хорошо. То есть вот у меня, например, дома большая духовка. Она у меня жарит просто как сумасшедшая. Она вся в меня. Очень темпераментная подружка у меня на кухне. Аэрофритюрница, она нагревает достаточно эффективно, хорошо и быстро все готовит. За счет того, что нагреватели рядом расположены с противными. Другой объем, нежели чем у духовки, например. Вот. Я поставила 120 градусов, как ты посоветовала, час. Но будем смотреть. Ее тоже можно под вышку взять, в принципе. И с собой куда-то уйти. Вот у моей бабусинки, у нее, например, духовка газовая. Верхняя часть вообще не греется. То есть вот мне чем нравится электрическая техника. Она так интересно продумана, что у тебя есть нагреватели как с верхней частью, так и с нижней. А вот, например, газовая, она греет только снизу. И как быть с верхней частью вообще непонятно. Вот мы когда готовили, это был просто атас какой-то. Ну, то есть это неудобно. И я теперь знаю, что я подарю ей на 8 марта. Как ты считаешь, техника способна помочь спортсмену добиться успехов, своих достижений каких-то? Ведь путь к успеху – это всегда время, а его нужно сэкономить, получается, на таких процессах, как готов. Спортсмены очень щепетильно, если говорить о подготовке к соревнованиям, относятся к готовке своей пищи. И культ спортсмена не создают вокруг себя. Поэтому создать там себе какой-то коктейль или вот даже белковый в пик взбитый белок, то есть это вот за считанные секунды. Да, конечно, да. Легкая, компактная техника, она помогает быстро на кухне решать какие-то моменты. Давай добавим волшебные капельки. Сюда все. Я хочу, чтобы ты сейчас закрыла глаза, интуитивно почувствовала тот аромат, который должен быть сегодня в нашем чипе. Как будто в каком-то очень дорогом парфюм-магазине. Да, да, да. Какой-то печенькой пахнет уже. А это уже что-то больше к духам. Тут какая-то есть прям такая пряная как будто нотка, мне кажется. Ну что тебе больше понравилось? Вот это вот прям духи, вот это, наверное. Давай. Или еще раз. А что это? Это клубника. Это крем-брюле. Я выбрала. Ты выбрала клубнику. И добавим туда пару капель. Вот, девчонки, пару капель. Те, кто добавляет целую пипетку, вы, конечно, прям вообще борщите. Пипет борщите. Перемешиваем. У нас просто шикарнейшая консистенция. Просто суперическая. Значит, мы всю нашу начинку мы добавляем в печенюшки. Бортики мы сделали по полтора-два сантиметра в высоту. Ой, как красиво. Вообще, я вот прям люблю. Это такое, знаете, предзавершающее действие. Когда мы отправляем в духовку, все, считайте, что чизкейк уже у вас готов. Потом покрутить вот так форму, чтобы она у тебя разровнялась. В прошлый раз я таких баночек не видела. Это новинка у вас тоже? Да, мы тоже постарались. Вот, за полгода, скажем так, произвели новую продукцию. И это для меня просто... Я считаю, что это должно быть must-have абсолютно у каждого человека. Потому что сейчас вообще сахарозаменители очень стали популярными и модными. Сахарозаменители стали с добавками разными вкусовыми. И мне очень нравится то, что у нас вот такая вот маленькая жидкая формула, которая может подойти к любому. Это можно кофе, можно в еду, во что угодно, куда угодно добавить. Я, например, люблю рис с добавлением орехового вот такого ароматизатора. Это просто отвал башни. Можно. Можно. Понюхать только можно. Но я уже захотела капучино с таким вот... Согласись, вкусно пахнет. Пойдук каждый, да? Или просто орех. В общем, отдельно можно купить разные вкусы. Или в комплекте. Или так это. Да, можно зайти на наш сайт, использовать промокод MARI. Вот. И тебе такая скидочка там неплохая будет. И все. Заказала себе, значит, баночку ароматизатора. А лучше несколько вкусов. Видели? Видели, как я всем добыла промокодик-то. Отправляем в духовку. Хорошо. Так. Устанавливаем бар и фритюр на средний уровень. Вот. Мы сейчас будем готовить кексик. Я вообще такие кексы называю как бисквит. Мы будем выпекать в обычной форме металлической. С антипригарным покрытием. Вот такая форма из комплекта. Нам не надо масла. Мы будем использовать просто обычный либо пергамент, либо силиконовый коврик. Сейчас мы просто замешиваем продукты в нашей чудо технике, которая сделает это за нас все за считанные секунды. Кекс у нас будет без начинки. Но если вы, например, хотите как-то разнообразить этот кекс, добавляйте что хотите. У нас вариант будет классический. Мы сделаем с добавлением ароматизатора, который добавит, вернее, кексу какой-то вот изюминки, скажем так. Будем пока делать муку. Да, 150 грамм ее, правильно? 150 грамм. До какого состояния мы делаем? Вот прям до муки. Я чувствую, что нормально. Оставляем. Добавляем сюда кефир 50 миллилитров. Далее добавляем сюда два яйца. Добавляем два банана. Вообще, вы знаете, я с техникой не очень дружу. Или она со мной не очень дружит. Я не знаю. Я когда вот за что-то берусь, у меня постоянно что-то получается не так. Вот. Мне очень... У тебя прям дискотека тут. Потом... Алло, Галька, приглашаю тебя к себе на ужин. Да? Ладно, все, шуточки в сторону. А я пока вот застелю формочку пергаментной бумажкой. А ты видела, что я на танцы хожу? Я видела. Уже, наверное, результаты твоих тренировок. Это когда ты записываешь сториз и тикток, наверное, танцы свои. Ну, вообще, в последнее время что-то прям душа у меня ценится на танцульке. Вот. Пока всех секретов раскрывать не буду, какие у меня планы танцевальные. Знаешь, бывает очень устаешь от монотона. Ну, пять лет все-таки у меня, мой взгляд направлен на фитнес. Я только вот зал, качалка, железо. Полностью вот голова сконцентрирована на одном. Все равно есть, знаешь, перенасыщение. Вот как передозировка вот какого-то направления. И не хватает вдохновения. И вот это вдохновение я решила найти и в танцах, и в музыке. А еще и плюс пара, значит, и там с партнером, и другая. Это муж? Ты знаешь, это должен был быть муж. Вот. Но он сказал, что танцы без меня, дорогая. Он сказал, женщина, я не танцую. Я не танцую. Ты знаешь, примерно так это и было. Вот. Танцую я с нанятым тренером, индивидуально. Ну, тоже мальчик. Очень талантливый прям пацан. Могу сказать, что здесь это полностью солидарно. Я тоже все пытаюсь ходить на свои танцы. Я купила абонемент, и уже скоро он закончится. А я там была всего два раза. А ты на тверк ходишь? Нет, ты что, у меня нет такой попы, как у тебя шикарный, чтобы на тверк. А ты видела сейчас, как эти в Китае девочки, там что-то, вот так еще они кричат, вот так вот бедрами. Ты знаешь, они уже весь мир захватили. А тут тверк, это вообще... Вот я бы очень хотела, вот походи, давай вместе походим. Можем попробовать. Вот. У нас сразу такие попки станут большие, красивые. А на ПП готовки вообще еще и подтянуты. Тем более у нас есть, ну какие помощники, мы все чуть-чуть закинули. Мы время сэкономим, скажем так, на готовки и пойдем на танцы. А то обычно все, знаешь, мне говорят, ой, у меня нет времени. А вот, а у нас есть время, потому что мы пользуемся... Потому что у нас есть вот и вот. Быстрыми помощниками вспомогательными. Ладно, мы все взбили до однородной массы. В центр или без разницы? Начинаем с центра, да, чтобы она у нас равномерно потом распределилась. Ну что, будем украшать сыпучкой или не будем? Как тебе их ящится? Я думаю, да. Тогда сыпь вот эту штучку, а я буду ягодки. Но здесь они у нас просто кладутся в хаотичном порядке вообще. А сыпься сверху прям на ягоде? И сыпься тоже вот прям вообще со всех сторон прям, да-да-да-да-да. Ну что, все, отправляем нашу красоту в духовку. Чизкейк наш готов. Да, ура. Не прошло и часа, как у нас уже все готово. Ароматы такие, что просто с ума сойти. Хочется акцентировать внимание на том, что духовка достаточно мощная. Мы поставили на 120 градусов. И за час у нас чизкейк даже успел подрумяниться. По мне получилось очень клево. Оставляем его отдыхать, остывать, чуть больше схватываться. Это я тогда в холодильник убираю. Да, да. Я все сказала. Теперь пришло время прохладного десерта. И сейчас мы будем готовить мороженое. Нам понадобится всего три ингредиента. Это творог, замороженные фрукты, ягоды и протеин. Протеин будем использовать ванильный. Мне кажется, что это стандартная классика, которая понравится абсолютно всем. Как детям, так и взрослым. А если вы, например, любите шоколадное, пожалуйста, используйте шоколадный протеин. Вкусов очень много у протеинов, а особенно у компании Праймкрафт. Но я считаю, что это должно быть ванильное мороженое. Но, по крайней мере, сегодня у меня такое ванильное настроение. Я бы, конечно, сказала, наверное, у меня настроение цвет желтка. Но мороженое будет ванильное. Все, отправляем творог. Тут же отправляем сразу замороженные ягодки и фрукты. Мы добавим сюда два скупа протеина ванильного. У нас идет в одной порции 23 грамма белка. Данная мерная ложка у нас 50 миллиграмм. Здесь уже добавляйте по вкусовым предпочтениям. Я не очень люблю, когда идет перенасыщенность вкуса, поэтому я добавляю 100 миллиграмм. Этого, в принципе, вполне достаточно. Для того, чтобы четко просчитать, сколько у нас получается по белкам, жирам и углеводам, вписывайте в калькулятор и высчитывайте именно свою норму. Потому что любые десерты – это тоже риски перебрать. Либо с белком, либо с углеводами, либо с жирами. Поэтому, если вы ведете четкий контроль, то обязательно взвешивайте свою еду, ничего не делайте на глаз. Иначе с нашими вкусняшками можно нехило перебрать. Все, накрываем все это дело и начинаем блендировать. Я бы еще сказала, что вот столько, сколько я сейчас добавила, это уже прям максимум для замороженных продуктов. Тем более, здесь еще есть творог, что является таким вязким, не самым простым продуктом для измельчения. Даже в высокомощном блендере. А мы сейчас будем в мини-блендере. Я думаю, у нас все получится, уверена, что справится. Но рекомендация такая – если кто-то выиграет такой блендер или кто-то уже купил, заполняйте. У тебя он есть тем более. Вот. Не больше половин. Учитесь на наших ошибках. Можно еще учиться на наших гайдах. Смотрите на канале. Погнали. А есть еще какие-то видео обзоры? Да, рассказываем как раз о таких видео. Почему вы мне ссылочку не скинули? На мини-блендер, кстати, еще не снимали. Первая заявочка уже есть. Можно еще оставлять свои заявки. Пожалуйста. Пожалуйста. В прошлый раз у меня были классные подарки. А в этот раз я хочу тоже сделать подарочек. Потому что за полгода, пока мы с тобой не видели, я создала свой личный бренд. Да. Которым сегодня тебя побалуют. Сделала тебе мини-подарочек. Он, конечно, будет скромненький, но я думаю, что тебе будет очень приятно. Тем более тоже синенького цвета. Я знала, что надо взять именно синий цвет. Так что, да. Ждем. Я уже с нетерпением. Текстура уже получается. Можно я быстренько покажу? Посмотрите, какая она получается. Достаточно густая, она не падает. И это уже получилось мягкое мороженое. Ну что? Перекладываем? Да. Я там такие ложечки красивые увидела. Они, наверное, это, наверное, мерная ложка. Я очень люблю пластмассовую посуду. Когда я увидела вот эту прелесть, это очень красиво. Но нам нужны солидные ложечки, да? Ой, да какие хотим. Она, смотри, как гармонирует с мороженым. Очень, да. Я считаю, ложку больше. Я бы добавила какой-нибудь вот такой гранолы, посыпанный уже сухой клубникой. Здесь тоже черника. Все это... Ай, вот так мы это сделаем. Очень красиво. Добавить сюда ягод. Я бы еще сюда, конечно, бы и черники какой-нибудь добавила. Спасибо. Вот это нож. Аккуратно, очень острый нож. Самурайский тоже, да? Да. То есть еще одну приманку сделали? Да. Так красиво получилось тебе? Давай. Вау! Вы посмотрите, просто это Гэтсби отдыхает. Мороженое готово, и тот случай, когда самый быстрый и легкий десерт превзошел просто все десерты, которые мы готовили сегодня. Я уже даже забыла вообще, что мы делали. Конечно, сказать, что без вреда для фигуры, наверное, это очень громко сказано, потому что все равно молочка... Ты знаешь мое отношение к молочке, я отношусь аккуратно, осторожно. Если в качестве читмила вы хотите себя побаловать и вы не злоупотребляете молочными продуктами, то, пожалуйста, почему нет в качестве десерта такой десерт вам подойдет? Каждый день такое мороженое я своим спортсменам есть бы не разрешила. Не злоупотребляйте молочкой, но если вы захотели очень сильно мороженое, лучше, конечно, сделать свое. Оно без сахара, оно без консервантов, оно максимально натуральное, и здесь у нас преобладает больше белок, чем углеводы. А еще мы так увлеклись всем этим, что у нас и наш кексик уже приготовился, но... Он приготовился, но я бы сказала, по-моему, прям с душком у нас получился. А мне мороженое пробуем. Я уже кайфую. Я так тоже быстренько вот так вот сделаю. Так вот, ам, ам. Так, ты глаза закрыла прежде? Да. Из-за желания загадала. Молодец, ну я в школу. Ммм, это очень вкусно, да? Это просто обалденно. Там съемочная программа, знаете, быстрее щелкать начала фотоаппаратом. Чтобы уже закончить, а поскорее работу. И попробовать это вкусное мороженое. Ммм, снимайте, снимайте. Реально самое вкусное мороженое. Вот, я не знаю что, я не пробовала никогда с творогом фрукты взбивать. С протеином тоже не пробовала. И что так сыграла, я пока не знаю. Не буду там говорить, что о, боги, это точно протеин. Но, мне кажется, это именно он. Ну, согласись, что от обычного мороженого, которое ты покупаешь в магазине, сложно отличить разницу. Только вот если по сахару. Да, здесь, может быть, оно менее сладкое, но, согласись, оно не хуже, чем обычное мороженое. Это что, оно лучше? Да. Оно гораздо лучше для меня. Нет какой-то приторности вот этой слишком большой. Оно, да, натуральное, чувствуется для меня лично, как натуральное мороженое. У меня к тебе есть благодарность. Спасибо за такой классный рецепт. Было, правда, очень вкусно. Нам теперь предстоит украсить с тобой кексик и чизкейк. Но перед этим покажи, пожалуйста, какие-нибудь упражнения, которые хозяйки, да и я, допустим, в работе и дома смогу использовать для того, чтобы как-то размяться в процессе готовки. Ну да, она, значит, целый день стояла за плитой, потом такая полотенцем. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, мастерами кумфу не рождаются. Точку нарисовалась. Мастерами кумфу становятся. Можно сделать все самые базовые какие-то упражнения. Вот, как правило, когда хозяйка стоит долго на ногах, у нее очень сильно может там уставать поясница, либо, например, руки очень сильно устают. Мы в таком положении, когда готовим, пущено, то есть, соответственно, очень устает шея. Мы можем начать с головы и закончить просто какими-то легкими опусканиями вниз, чтобы растянуть, например, позвоночник, да? Классно, давай. Ну, значит, мы встаем. Руки по швам. Ну, можно встать вообще в удобное положение, чтобы ты не теряла координацию. Да, ты знаешь, сейчас как поведет. Просто из кадра выпало. Начнем с того, что медленными движениями мы опускаем голову вниз, потом назад и в боковые стороны. Потом перейдем к круговым движениям, но выполняем это очень медленно, потому что может закружиться голова, если это выполнять быстро. Поехали. Опускаем медленно голову вниз и ты прям должна прочувствовать каждый свой позвонок шейный и опускаем голову назад. Чувствуем растяжение, опускаем в правую сторону медленно и опускаем в левую сторону медленно. После этого мы начинаем медленными круговыми движениями крутить по часовой стрелке волосы в одну сторону. Я, знаешь, поправляю свои волосы и говорю про них. Теперь в другую сторону. Самое главное, опять же, не торопиться. А еще у меня прям вся шея прохрустела у тебя. Нет, пока. Ну, у тебя, видимо, ты моложе меня на сколько? Я сейчас прошла на один год. Ну, простите, на один год. Можно немножечко после головы, да, сразу же спускаться, например, до плеч. Давай мы сделаем круговые движения вперед. Сделаем круговые движения назад. Самое главное не снести кухню в этот момент, потому что я думаю, что домохозяйки, которые будут смотреть прямой эфир, скажут, мне-то тут особо на кухне негде развернуться. Ну, поэтому прыгать мы сегодня не будем. Махи мы сегодня делать не будем, как в прошлом эфире. Будем делать все достаточно компактно. И давай мы с тобой сделаем медленное опускание вниз. Мы сейчас спрячемся вот так вот под стол, поэтому, надеюсь, у нас будет видно. Что нужно сделать? Нужно максимально расслабиться. Очень хорошее упражнение. Мы с тобой будем сейчас опускаться медленно вниз, начиная с головы. Вначале у нас идет голова, и ты начинаешь скручиваться, 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 скручиваться. И опускаемся максимально, опускаемся прям вниз вниз. А руки между ног должны упасть или на колени? Ну, насколько ты можешь. Также поднимаемся наверх. Мы с круглой спиной медленно-медленно-медленно поднимаемся наверх. И встаем в обратное положение. Сейчас как какая-то зомби у нас стала вот так. Вот здесь самое главное, чтобы при растяжении позвонков мы работали медленно. Потому что когда вот эти вот все резкие движения, можно даже себя немного травмировать, потянуться. Это полезное упражнение для тех, кто долго стоит на ногах. А мы погнали украшать. Открываем! Чудорский аппетит! Класс! Достаем нашу красоту. Загорелая. Она у нас получилась очень загорелая. Достаем наш пирог. У нас с вами даже такой пирог получился, знаете, как плотный бисквит. Мы сейчас просто краешки, я аккуратненько, чтобы не порвать бумагу, отсоединим. Может дадим ему остыть, а сами чизкейк украсим? А давай! Отправляем остывать. Достаем чизкейк. О, вот это-то молодец! И мы просто дольками разложим. Ты будешь раскладывать красиво. Хорошо. Я думаю, давай, знаешь, как разложим. Может быть, вот прям... Вот так? Да. Пирог наш получился южный. Разрезаем на 4 части. Здесь, конечно, фантазия ваша позволяет вам резать так, как вы хотите. Хочу показать вам его в разрезе. У нас с вами получается вот такой вот бисквит. В целом, все очень даже получилось съедобно, красиво. И мы это обязательно все съедим. Самая приятная часть. Да, вот долгожданная часть дегустации. Вообще, я могу сказать, у нас сегодня полноценный читмил, да? Ты готова? У меня, наверное, такой всегда. Ах, вот. А я, на самом деле, готовилась. Я, значит, целую неделю сидела без сладостей. Потому что знала, что меня ждет. Я прямо заговорила, и у меня опять весь рот слюной набился. В общем, у меня сегодня день читмила, когда можно пробовать все. Давай не будем оттягивать этот момент. У меня снова ложка просто прекрасна. А какие тарелки? Вы обратили внимание на тарелки? Красота. Вообще, я считаю, что настоящие хозяйки, они на кухне всегда отличаются красивой посудой, красивой подачей. Ну, естественно, вкусными блюдами. Так, ты глаза закрыла? Ой. Забыла, значит, да? Ну, давай, закрывай и пробуй, значит, вот так. Угу. Очень вкусно, но мне не хватает сладости немножко. Но ее компенсирует вот этот сладкий бисквит, может, коржик из печенья. Угу. Вот у меня сначала была просто творожная масса. Я попробовала без печеньки, правда, такое кисловато было, не хватало сахара. А когда я взяла полностью вот так с коржиком, даже мне сладкоежки вот понравилось. Согласна. Мне тоже сейчас достался носик без бисквита, показалось, что не хватает сахара. Ну, не сахара, а сладости. Да. Мне, на самом деле, все равно не хватает сладости. Я бы, может быть, чуть больше бы добавила вкусовой добавки. Но, наверное, помимо вкусовой добавки лучше еще добавить сахарозвенителя, если вы хотите, чтобы вкус был прям вот посладче. А я хочу оценить консистенцию. Это просто вау. Консистенция. Вот помнишь, о чем мы говорили, что чем больше ты взбиваешь, то есть вот комбайн справился с задачей, именно максимально однородной массы. То есть, видите, у нас нет ни комочков. То есть, когда ты разрезаешь, у нас получается, ну, просто шикардосная текстура. Она вся однородная, нету на языке, да, таких каких-то комочков. Крак. Просто все тает во рту, получается очень вкусно. Ну что, давай попробуем овсяный пирог. Итак. Наверное, слышно наш хруст такой стоит. Я скажу, что это бомба. Вот из всех вкусняшек, которые мы сегодня сделали. Овсяный холебец. Получился весьма недурно. Очень вкусно. Это, правда, вкусно. Это, может быть, не так сладко, как мороженое. Точнее, точно не так сладко, как мороженое. Но с чаем вот прям очень-очень вкусно. Особенно, когда ягодка попадает. Она так здесь, кстати, эта ягодка. Да, и согласись, банановое послевкусие остается прикольное. Вот как ты на соревнованиях или на выступлениях, допустим, только что поела, и тебе нужно выйти на сцену, улыбаться. Вообще, улыбаться важно на сцене. Наверное, мне кажется, это первое, что нужно сделать, когда ты выходишь в бикини. Ой, я могу разговаривать вечность. Нам надо будет тогда сделать еще третий выпуск для того, чтобы поговорить на эту тему. Конечно, улыбка – это явная заявочка на победу. То есть, я считаю, что миром правит четкий пресс и улыбка до небес. Наш вид спорта – это как некий конкурс красоты. И, конечно, немаловажно – это борьба красивой улыбки. И улыбка тоже бывает разная. Есть улыбка – скал такой вот. Как бы сказано, улыбаться тренером. Вот она стоит и просто скалится. А есть мягкая, нежная, ласковая улыбка. Еще и красивые такие глазки, которые скажут, я сегодня буду первая. И, соответственно, ты просто хочешь ей отдать этот кубок, потому что она хороша. Поэтому любого человека, не только женщину, но и мужчину, украшает улыбка. У тебя, безусловно, очаровательная улыбка, Маша. Ой, ну, все равно улыбка. Это так и есть. Ты прекрасно улыбаешься. Спасибо. Энергетика замечательная. И для того, чтобы ты сохраняла надолго и здоровье своих зубов, от которых, несомненно, зависит улыбка, и красоту, и блеск, мы хотим тебе сделать маленький подарочек. О, боже, еще один подарок. Я там буду чаще приходить. Это ирригатор, тоже новинка компании Рамид. Офигеть. Вот, пожалуйста, в следующий раз возьмешь с собой, это портативный ирригатор, то есть с собой в чехольчик сумочку вместе с мини-блендером. Офигеть. И всегда будешь блистать. Мы тебе желаем побед, достижений новых и такой же блистательной, очаровательной белоснежной улыбкой. Я в шоке. Спасибо большое. Ну, можно я тоже сделаю маленький подарочек? Он такой будет скромненький, конечно. Ты будешь блистать не только своей красивой улыбкой, но еще и прекрасным образом. Хочу подарить. Я тоже подарочек. Подарок своего личного бренда. Это... Мария Мас. Я видела это в сториз. Точно. Станешь правообладательницей моей. И футболки красивой. Обалдеть. Да, Маша, спасибо. Вот так надеваешь и действительно вот где-то здесь, когда ты говоришь про душу, она же вот где-то здесь. Расположение сердца у тебя тоже не просто так это понимает. Да, да. Самое главное будьте активными, будьте улуччивыми. Воплощайте мечты в реальность вместе с Праймкрафт и Рамит. Всем пока.